Ставки по налогам на имущество физических лиц изменились. На жилые дома и квартиры они отныне составляют 0,2%. Раньше были 0,1%. Увеличилась ставка и по земельному налогу до 0,13%. Об этом в студии программы «Диалог» журналистам телеканала «Сургут-24» рассказал Дмитрий Фирсов, заместитель начальника отдела камеральных проверок номер 4 ФНС России по Сургуту. Размер транспортного налога не изменился. Новшества коснулись и льгот. Первое. Отменено послабление для пенсионеров в части уплаты земельного налога. Однако законодатель предусмотрел кадастровый вычет в размере 6 соток. То есть, если в собственности находится 700 квадратных метров дачного участка, заплатить налог придется только за 1 сотку. Предусмотрена льгота по транспортной выплате для родителей, которые воспитывают детей инвалидов. Они полностью освобождаются от уплаты налога на одно транспортное средство мощностью до 250 лошадиных сил включительно. Если в паспорте авто будет значиться 251 лошадиная сила, то льготы на машину уже распространяться не будет. В налоговом уведомлении объекты, на которые предоставлена 100% льгота или по которым по какой-либо причине не начислен налог, не отображаются. То есть, если вы в налоговом уведомлении не видите какой-то объект, то либо вы являетесь в годной категории налогоплательщиков, значит, по нему 100% льгота. Если вы к льготной категории налогоплательщиков не относитесь, то я рекомендую уточнить этот момент, в связи с чем вам не начислен налог. Дмитрий Фирсов отметил, что в 2020-м рассылка уведомлений об уплате налогов запланирована на сентябрь. Оплатить взносы будет необходимо до 1 декабря. При этом отсрочек из-за пандемии коронавируса по налогам на имущество физических лиц не предусмотрено. Тем жителям, у которых есть личный кабинет на сайте ФНС, уведомления придут в электронном виде. Тем, кто на официальном портале не зарегистрирован, почтовым уведомлением. Подробности об изменениях по налогам на имущество физлиц можно узнать в программе «Диалог». Смотрите ее на каналах «Сургут-24» и «360», а также на нашем сайте indifisnews.ru.